Летчики-испытатели с которыми я работал и это было вообще незабываемая встреча безусловно. Юрий Гагарин недавно получил звезду героя и внеочередное звание майора но он чувствует себя немного неловко среди этих людей. Полуторачасовой полет Гагарина не сравним с мастерством и опытом собравшихся здесь летчиков-испытателей Юрий никогда не забывал значит, находясь среди летчиков-испытателей никогда не забывал кто они есть это дважды герой Советского Союза заслуженный летчик-испытатель Амет Хан Султан погибнет в 1971 году при испытаниях нового двигателя рядом с ним герой Советского Союза заслуженный летчик-испытатель Сергей Анохин в 1945 году при испытаниях истребителя Як-3 лишился левого глаза спустя полгода после этой аварии Анохин продолжил испытательную работу это герой Советского Союза заслуженный летчик-испытатель Георгий Масолов спустя три месяца после этой встречи при испытаниях самолета Е-8 получит многочисленные тяжелые травмы и будет вынужден оставить летную работу это летчик-испытатель Юрий Горнаев через два года получит звезду Героя Советского Союза спустя пять лет в 1967 году погибнет при тушении лесного пожара во Франции от летчиков-испытателей напрямую зависит развитие отечественной авиации испытатели заключительное звено в цепи создания новейшей авиационной техники их работа носит гриф секретно их профессия ходить по самому краю жизни и смерти их закон не переступать этот край для рядовых советских граждан летчик-испытатель это образец социального и материального благополучия испытатели могут позволить себе личную Волгу собственную моторную лодку кинокамеру в пятидесятые шестидесятые годы в эпоху коммуналок когда отдельная квартира советскому человеку могла только присниться у испытателей квартирный вопрос был решен в городе Жуковском дом номер 13 по улице Маяковского так и называют дом летчиков здесь получили квартиры очень многие испытатели праздники обычно они отмечают вместе большой шумной компанией 1 мая 1962 года к этой компании присоединился Юрий Гагарин это редчайшие кадры где он снят с рюмкой в руках потому что Гагарин никогда не выпивал как система а был нормальным человеком и если собиралась компания то он не был белой вороной в этой компании это во-первых а за курицу ты знаете вот так бульгарно выражайся так для балды в компании Испытатели никогда не считались инженерами и служащими а относились к рабочим другими словами приравнивались к водителям однако зарабатывали эти небесные шоферы просто за облачные суммы на одну-две зарплаты Испытатель мог купить себе машину